Доброе утро всем здравствуйте снова я я пока один сейчас будет Дима так вот дорогие друзья теперь Дима появился привет здравствуйте всем практически собрались запаковываются ветрище у нас сегодня даже не знаю шумные шум слышен не слышно там у нас море отдавай сюда ветер мороз не знаю можно все ничего не получится сегодня да ну что тронулись мы все вперед здравствуйте уважаемые друзья представляю вам свой небольшой видеоотчет а недавно состоявшейся рыбалки на леща вот дорогие друзья прибыли мы на водоем вот погода более-менее хорошая люди присутствуют смотрю места уже заняты и так начало марта погода сегодня будет меняться очень часто то снег то солнце то дождь то ветер то тишина так будем стоять 60 граммовую кормушку воду гнаджет нас пока так она такой небольшой отводной поводочек получается мы приезжали здесь с топорком не длинный поводок я делаю порядка шестидесяти сантиметров делаем девятый номер и кормить мы будем дулаевым вот таким чемпионом я уже использовался в принципе вещей эту день поймал замешиваем прям можно сказать на коленке прикормку без каких-то там других аксессуаров типа ведер и тому подобное мы не такие что мы ярые фидеристы какой-то минимум определенных правил выполняем конечно больше я считаю что это уже удел наверное профессионалов которые действительно к этому подходит очень тщательно для них это сказать существенные факторы но мы так для себя для души ловим поэтому у нас такое немножко расхлебанный подход хотя это может быть и неправильно так ну что вот у нас сейчас рыбалки где туда почти час расцвело мы не видели мы пока намеков даже на какие-то поклевки и тому подобное ни одного толчочка никакого рывочка ничего нет людей там не знаю ну конечно заходить смотреть но люди прибывают места занимают есть ездим нету да ну такая поклёвка поклёвка была только на стал что ничего не глядя тут дима такая поклёвка была смазка это как назвать разогнула какая-то у дима хожу у меня поклёвка вала прозвенела и упала на столе как в песне поется папа здравствуйте пока тут по одной поклёвке увидели все с товарищами давно были здесь как вы видите как здорово ничего позитивного а как же можно было красава загнуть акацию поставим а был а вот и когда подсечку делал там был сквозь сопротивление друзья монтаж кормушкой воду 50 сантиметров такой противозакручиватель кембрик плюс от стопорок ну ну что есть ага есть капец и тут собрался и яичко съесть а у меня ухты хорошо там как-то продавливает видишь здесь паршиво блин я ухт 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 бодайся бодайся ухта ну давай дорогой да не плита это ухты ухты не ну серьезно 8 килограмм прямо ну мне кажется там что-то хорошее ухт не ну чё плохой лишь так и назад отходить с ним я сейчас воду стану и и вот сюда и водим видеть вот сюда но это ухт 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 димон вдоль положить дороге карте а вот так вдоль ну ты хоть дим разуме серьезно смотри 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 что нас идет смотри берет берет дим ну давай 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 ооо не спешай ооо видишь ну возможно я тут не буду спорить ухт 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 да нифига охренеть лечь ребят хороших блин не понял что-то полегчало все мне кажется кормушка оторвалась это от 1 не кто-то есть кто-то есть что-то крупно да друзья не успевают облица перекусить стоит такой лечь что ли не ну кто то есть смотри лечь маленький подлещик подлещик да друзья не подлещик чистый чистый подлещик ребят вот подлещик сейчас мы тебя отпустим подожди подожди блин капец заглотил давай малыш давай 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 пошел 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 давай давай все это вы видите самый высокий опор в калининградской области энергетически технических правильных называют не знаю но я знаю что не самый высокий да вот так вот ровно как древние рыбаки якорь делали из него веревка вшилась добавим свежечка такой пучок ну так вот друзья весна у нас в полном разгаре выходной день кораблей сегодня было немного иной раз их столько бывает много что они мешают нам немножко рыбакам усложняет нам жизнь выплескивает волны на берег смывает наши приманки и оснастки 1 1 1 отпустил подлещик небольшой у меня была поклёха у меня раз слабо и все нету о дорогие друзья опять у дима была поклевка но к сожалению он не поймал или плотва какой-то звук был до интересный день по шнуру не нету до снежок как говорится хорош все поедем так сказать просто один лещик нормального думать я думаю нормально ну ты одного поймал так он зачетного 1 отпустил и все давно были крайне раз здесь ну да нет там целый два часа ночи пришел погодка конечно у нас сегодня да если клевал газ пофигу было но вот такие снеговые зарядки лупят кто-то кто-то есть ух ты ребятки смотри вообще не идет не ну посмотри дим я счете серьезно а еще друзья я забыл подсад и он в этот день вот прям вот нужен был постоянно прыгать было сплит в воду но не безопасно как минимум но и неприятно побольше да вот так дорогие я работаю мы еще друзья хотел бы сказать такой для меня личный фактор но не только для меня для многих вот рыбаков то ловит леща занимается и еще но поскольку я его и ловлю иногда вкусовые качества курского леща курского залива и залива калининградского очень сильно отличается потому что отличается кормовая база калининградского и курского лещей мне кажется что калининградского леща более такой жир на голене чем курский но вкусы разнятся поэтому и даже вот визуально по форме он немножко другой погода просто сказочные причем сказка меняется раз 10 минут то страшно это добрая то интересная рыбка затихла поклевка есть а как него просто вытащить он на этот фидер хлюнул блин дим помощь твоя нужно реально будет дим вот так дорогие друзья еще очередной лещ у меня идет он самый крупный который только был из всех ух ты ты видел что он творит ты-то и дон дим ты чё смотри удары просто смотри вот возьмем зима я все спущусь подержи у не напрягает только сильно подмотай слишком дим ну такое дорогие друзья лещик опять ну там да очередная смена погоды опять снег с крупой какой-то ветер усилился короче нестабильно это мягко сказано начала марта люди которые предпочитают хищника вот несмотря на погонные условия пытается поймать у каста он тут присутствует так ну что пока не клюет идем на сбор мусор чуть-чуть уберем как говорится то что вот хрен туда станет когда сам тяжелый так сказать трудовой мусор достану сейчас но это наверно белки спрятали прям белки вот для норы свои у них есть они вот прятят это что буду поглубже таскать никто не съел выбрасывали программ что-то маленькая не без клев без поклевки поклевки не было ушло день добрый как вас успехи а вы сейчас только до понятно без червя они приехали да если бы не нашли понятно я хотел выкинуть перевернул ну а вдруг да так прибежал на поклевку продолжение нет заканчиваем рыбалку подведение итогов еще пока в принципе висят сюда рощи а вдруг сейчас напоследок что-нибудь клюнет вот ну клев слабый клев слабый в целом потому что люди которые мы видели останавливались в целом плохо плохо у кого-то вообще по нуля мне на поклевочки не видели вот диньки тоже поклевки пустые были крючок погнуло я вот четырех получается поймал одного подлечка подлечка пустил вот забрал холодновато наверно еще не знаю ну вот какая была рыбалка такая была рыбалка все увидели работал у нас опарыш в основном в основном щельем больше ничего другого не ставит так что ну все всем пока всем добра подписывайтесь пока пока еще раз дорогие друзья хотел бы напомнить убирайте за собой мусор и увозите его домой это не так сложно это даже приносит некоторое удовольствие особенно когда не поймаешь рыбу и ты едешь домой с пакетом мусора в багажнике думаешь во ребята нормально все хорошо какую то пользу я сегодня принес то есть заберите соберите вокруг вас кто то там какой то минимум грязи да увезите с водоема ну будьте так сказать людьми все всем всех благ и добра подписывайтесь пока